МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Фото жены избранного президента едва ли не стоило репутации легендарному кутюрье. Фрески на ветер. Есть ли шанс спасти росписи в одном из старейших храмов Запорожья? 20 человек убиты, более полтора десятков с тяжелыми ранениями, как минимум двое в критическом состоянии. Это результат сегодняшней атаки в Ярусалиме. Террорист повторил схему, которую ранее осуществили в Ницце и Берлине. На тяжелом грузовике он протаранил людей в пешеходной зоне. С одними столько отличия. В этот раз жертвами стали военные. В Ярусалиме они были на экскурсии. Кем был нападавший, какие дополнительные меры безопасности уже ввели израильские силовики? Подробнее мой коллега Сергей Ослендер. Теракт произошел в столичном районе Армона на Циф. Там есть большая прогулочная зона и смотровая площадка. На ней проводили массовую экскурсию для военных. Вот их-то, по всей видимости, и избрал своей целью террорист. Очевидцы рассказывают, что большой грузовик, проезжавший мимо, внезапно увеличил скорость, въехал на площадку и начал давить солдат. Ему сразу удалось сбить несколько человек. Водитель начал крутиться на месте, пытаясь задавить как можно больше людей. Один из молодых людей, который находился в этой группе, был вооружен. Он сумел сориентироваться и произвести выстрелы на поражение водителя автомобиля, водителя этого грузовика. И террорист был уничтожен в результате этих выстрелов. Огромные силы полиции моментально прибыли на место происшествия. Естественно, нужно было обеспечить бесперебойную доставку раненых всех медицинских учреждений. Прежде чем водителя застрелили, ему удалось несколько раз проехать по площадке, взад-вперед и сбить около 20 человек. Четверо из них, три девушки и один юноша погибли, все они были военные. В больнице доставлены 15 человек, минимум двое из них в критическом состоянии. К нам в больницу поступили пять человек, раненые в результате теракта. Четверо были в состоянии средней тяжести. Пятая женщина поступила с тяжелыми ранениями. Но нам удалось стабилизировать ее состояние. Личность террориста установлена. Это араб из Восточного Иерусалима с израильским гражданством. Он жил в квартале Джабль-Мукабур. Он как раз примыкает к еврейскому району, где все, собственно, и произошло. Хамас заявил, что террорист не был связан с этой организацией, но она всячески приветствует его действия. В квартале, где жил преступник, сейчас идут обыски и аресты. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Иерусалим. Сразу два теракта унесли 20 жизней в Багдаде. А взрывы прогремели на рынках города. Первым взлетел на воздух автомобиль, начиненный взрывчаткой. Погибли 13 человек. Еще полсотни получили ранения. Спустя всего несколько часов террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в районе Баладеят, населенном шиитами. Там погибли еще семеро гражданских. Их ответственность за теракты уже взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Это просто овощной рынок, и он уже не раз становился объектом атаки террористов. Но здесь нет патрулей и контрольно-пропускных пунктов. Никто его не охраняет. Люди выходят, чтобы сделать покупки, и их убивают. Но если они будут сидеть дома, то тоже умрут от голода. В Одессе в результате сильного взрыва погибли два человека. Он прогремел ночью в одноэтажном жилом доме на улице Геллера. Разрушены стены здания, межкомнатные перегородки и крыша. При этом тут же возник пожар. Спасатели ГСЧС стали разбирать завалы, поскольку под ними, как сообщили соседи, могли оставаться люди. И действительно, достали из-под обломков 90-летнюю пенсионерку. А также извлекли тела двоих погибших. Это владелец дома, аквартирант, участник АТО. Изначально эксперты предположили, что взрыв произошел из-за утечки бытового газа. Однако позже, изучая место происшествия, специалисты пришли к выводу, что причиной могла стать взрывчатка. По информации одного из местных СМИ, в руинах здания были найдены корпусы гранат РГД и Ф-1 со следами внешнего вмешательства. Сейчас решается вопрос о том, чтобы квалифицировать произошедшее как умышленное уничтожение или повреждение имущества. Одна женщина пострадала, которая пожарно-спасательными подразделениями была эвакуирована. И обнаружено тела двух мужчин. Невзирая на морозы и непогоду, в Одессе среди зимы выращивают клубнику. Там предприимчивые одесситы начали внедрять популярное во всем цивилизованном мире направление урбанистического фермерства. О том, как это работает, в материале Андрея Анастасова. Деловой центр Одессы, продовольственный рынок и прямо на крыше корпусов огромные 600 квадратов теплицы под прозрачным куполом. Здесь предприниматели получили первый урожай клубники. Дешевой, если сравнивать с импортной, и экологически чистой. Нужные параметры выдерживаются с помощью автоматического оборудования. Это режим капельного орошения, температура и влажность воздуха, содержание микроэлементов в воде. Вот это оборудование позволяет в течение минуты полностью поливать клубники. Подали программу именно по клубнике, и она сама выбирает и дает. Это сейчас уже на дырабору. По проектным расчетам, с 5000 кустов за несколько вегетационных периодов планируют собрать 5 тонн сочной и сладкой клубники. Опыляют растения естественным образом шмели. Насекомые живут в специальном улье и вылетают на грядки, как на работу. Это еще один показатель к тому, что клубника чистая, потому что если здесь будет химия, то шмель не садится на цветок. Проект стартовал в сентябре. Оборудование настраивали голландские и датские специалисты. Выбором места были удивлены. Дескать, не ожидали от украинцев столь смелых экспериментов в области урбанистического фермерства. Сотрудники теплицы и сами приятно удивлены результатами. Вы не представляете, когда я захожу сюда, я вижу эти цветы, такое море удовольствия, как будто я сейчас должен сорвать и подарить кому-то, вот так принести радость. Сейчас тут пытаются заняться и другими культурами. Салатом, луком. В будущем же, когда приобретут необходимый опыт, планируют построить еще дюжину таких теплиц, чтобы выращивать овощи с ягодами. На базе одной из них собираются даже открыть вегетарианское кафе. И любой клиент заходит, сам себе выбрал там помидорку, огурец, подошел к бармену и сказал, как он хочет, какими кусками или каким маслом, сколько соли, сколько чего, садится кушать. Приживется ли сельхоз производства в городской среде, покажет время. По крайней мере, первый урожай клубники покупатели уже охотно разбирают. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин, подробности, телеканал Интер, Одесса. А за стенами одесских теплиц уже третьи сутки все так же летуют морозы и метели. Стихия разбушевалась в восьми областях. Из-за сильных осадков движение на десятках трасс государственного значения парализовано. О ситуации в самых заснеженных регионах далее. В Одесской области, наконец, освобождены из снежного плена около 200 человек, которые застряли на дорогах Измаильского, Болградского и Килийского районов. Напомню, в течение двух суток люди сначала находились в своих машинах, затем их расселили по детским садам в ближайших селах. И вот сегодня вечером колонна с заложниками стихии прибыла в Измаил. Людей спасали всем миром. И местные жители, и власти, и пограничники. А на дорожном посту правоохранители отогревали их чаем. И вот как полицейские объясняют задержку в спасении людей из заторов. В целом обстановка в Одесской области стабилизировалась. То есть опасных для жизни ситуаций нет. Но большинство междугородних трасс по-прежнему остаются закрытыми. А вот так с ночи и до полудня в Черкасской области спасатели и дорожники расчищали снежные заторы и вытягивали из сугробов застрявшие автомобили. В ловушке оказались более десятка машин. Среди них три кареты скорой помощи с пациентами. Буквально за сутки в области выпала месячная норма осадков. И это еще не конец, говорят госслужбе по чрезвычайным ситуациям. Введено обмежение транспортного сообщества. Обмежение полностью шляхи не перекрывались, но обмежения введены. Очекаются сегодня на ночь также опады. И где-то уже на 10 число планируется уменьшение опадов и подвищение температуры. В самих Черкасах коммунальщики с утра едва успевали расчищать дороги. Буквально за ночь здесь выпало 15 сантиметров снега. Движение транспорта осложнилось даже на центральных улицах города, не говоря уже об окраинах и спальных районах. Вы посмотрите на дорогу. На прыжок как-то. Машины застраивают, буксуют. Что сделать? Приходится добираться пешком. Но от пеших прогулок спасатели советуют отказаться, пока не уйдут морозы. А относительное потепление синоптики прогнозируют лишь середина недели. Андрей Анастасов, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер. А вот Николаев понемногу оживает. Уже разблокировали все трассы и восстановили междугороднее сообщение. Снегопад прекратился. Для борьбы со стихией объединились горожане и спасательные службы. Волонтеры на внедорожниках взялись вызволять из снежного плена застрявшие автомобили. Вместе с волонтерами на ночное дежурство заступила и наша съемочная группа. В Николаеве уже третий год подряд во время сильных снегопадов владельцы внедорожников объединяются в волонтерское движение. Назвали его снежный патруль. Организовали даже собственную диспетчерскую службу. Помогают выбраться из снежного плена всем, кто застрял в сугробах. В этом году, конечно, слабенько. В прошлом году было поинтереснее, снега было больше. Люди не все имеют, скажем так, автомобили, которые позволяют проходить по данным дорогам. И если кому нужно, ну без вопросов помогаем. Приоритет в работе волонтеров – помощь станции не от ложки. Машины скорой помощи не всегда могут добраться до пациентов в заснеженные переулки или пробиться в удаленные села. Когда водитель скорой попадает, ну застревает или где-то попадает так, что не может проехать, он сразу по свой раз и говорит диспетчеру. Передают нашему диспетчеру, ну и наш сразу передает это в канал. Смотрим, где есть поближе наши машинки. Хочется помогать людям. Если не мы, то кто? Вот, к примеру, эта скорая застряла во дворе приюта для бездомных. Так бы мы стояли бы в холоде и ждали бы, пока другие кто-то нас помогут, вытащат. А так приехали волонтеры, помогли нам быстренько. Пару минут мы буквально ждали, пока вы нас вытянули. Снегопад и мороз с одной стороны создают трудности оперативным службам, с другой, благодаря настоящей зимней погоде снизилась заболеваемость гриппом. Потихоньку снижается в связи с тем, что понизилась температура. Обычно вот такая нулевая температура, она благоприятна для вирусных инфекций. А когда температура ниже, воздух чище становится и начинает отступать эпидемия. Этой ночью, вытягивая застрявшую в снегу во дворе многоэтажки скорую, волонтеры заметили нетрезвого маршрутчика. Тот хотел поработать ночью по двойному тарифу. Ему пробиваться сквозь сугробы помогать не стали. Вызвали полицию. Скажите, пожалуйста, сколько сегодня употребляли? Пару употребляли. Дышите, 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 дышите. Оп! Свидетели, допустимая норма 0,2. Свыше 0,2 водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Если ниже, значит водитель трезвый. 1,69. Роман Игоревич, вы находите в состоянии алкогольного опьянения. Нынешней зимой в Николаеве снегопады не столь обильные, как в предыдущие годы, поэтому работы у волонтеров немного. Но все на чеку. Вдруг стихия вновь разбушуется. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, телеканал Интер, Николаев. Минздрав заблокировал открытие филиалов Института сердца в Луганской и Донецкой областях. Об этом в своем блоге на одном из интернет-изданий написал директор Института сердца Борис Тодоров. Официальный отказ подписал замминистра Александр Линчевский. По словам руководителя Института сердца, для открытия филиалов не требовалось дополнительного финансирования и оборудования, а лишь резолюция министерства. И напомню, конфликт между чиновниками ведомства и известным кардиохирургом разгорелся 1 января. Тодоров обвинил Минздрав в срыве программы госзакупок препаратов для кардиобольных, что поставило под угрозу жизни тысяч пациентов. Несколько дней спустя адвокат Евгения Закревская, которая представляла интересы Минздрава в отборе госсекретаря, обвинила Институт сердца в закупке медикаментов по завышенным ценам. Сам Тодоров обвинение проверк. По его словам, соответствующую цену на препарат своим приказом установил Минздрав. Тем временем в оккупированной районе Луганской области Украина возобновила подачу воды. Гендиректор компании Луганское энергетическое объединение Владимир Грицай сообщил, Попаснянский водоканал заплатил 6 миллионов гривен долга за электроэнергию, поставленную в сентябре 2016-го. И напомню, из-за задолженности почти в 130 миллионов водоснабжения Луганска, Брянки, Стаханово и Алучевска приостановили в начале декабря. С тех пор водоканал, который находится на неподконтрольной Украине территории, вернул энергетикам 16,5 миллионов. Если расчеты не продолжат, заявил Грицай, водоканал снова отключат в 20-х числах января. В это время в окрестностях самой Попасной продолжаются ожесточенные бои. За минувшие сутки были ранены трое украинских военнослужащих. По всей линии фронта Сила АТО фиксирует нарушение перемирия боевиками. Около ста раз незаконные вооруженные формирования открывали огонь по позициям украинской армии. Подробнее о ситуации на передовой наш военный корреспондент Геннадий Вивденко. Попасная вновь пережила сегодня ночью артиллерийский обстрел. В частности из минометов 2-го калибра 120-го. Например, как вот эта мина, видно хвостовик, не разорвалась, судя по всему, боеприпас просроченный. Десятки обстрелов за вечер, ночью, утро. Внезапно боевики обострили ситуацию. Пытаются выдавить украинских бойцов с позиций. По официальным данным, только за вчерашний день. И сегодня тут ранены трое бойцов. Противник давит по всей линии фронта вокруг Попасной. Вельми напружено. Велись активные обстрелы с стороны Новозванівки, Новолександрівки. Противник застосовывал минометы, крупнокалиберную оружие. Зараз, за последнюю информацией, станом на зараз, есть великая имоверность артиллерийского обстрела. Это значит, что в нашу сторону выдвинулись так называемые мобильные группы боевиков, вооруженные минометами. Орудия установлены на автомобилях, действуют они так. Быстро приезжают на место, наносят удар и также быстро уходят от ответного огня. Нам удалось прорваться на место дислокации украинских бойцов в короткий перерыв между боями. Армейцы говорят, методы у противника не меняются, несмотря ни на договоренности о перемирии, ни на праздничные дни. В сторону наших позиций совершались одиночные пострелы с крупнокалиберного кулемета. Вважаю, как минимум, поведение противника не христианской. Потому что в такие святы, как Резьдво Христовое, провокировать, совершать обстрелы – это неправильно. Всего за последние сутки тут ранены трое украинских военнослужащих. Сказали перемирие. Перемирия нет. Они стреляют дальше. Геннадий Вивденко, Иван Матриченко, Руслан Терентьев. Подробности – телеканал «Интер» из Луганской области. Мужчине, который устроил стрельбу в аэропорту Флориды, грозит смертная казнь. Федеральная прокуратура США выдвинула ветерану войны в Ираке Эстебано Сантьяго обвинение в убийстве. Если он будет признан виновным, ему грозит высшая мера наказания. Кроме того, на допросе он заявил, что планировал бойню заранее. Сейчас полиция пытается выяснить, почему бывший военный открыл огонь по пассажирам в зале выдачи багажа, убив при этом пятерых человек. И напомню, трагедия случилась в пятницу в аэропорту города Форт-Лодердейл. Расстреляв людей, нападавший выбросил оружие и сдался полиции. Американские юристы против немецких банкиров. Громкий судебный процесс анонсировали адвокаты, которые отстаивают интересы крупных концернов США. В чем причина трансатлантических разногласий? Сколько может продлиться тяжба? Расскажет Татьяна Лагунова. Американские юристы против немецких банков. СМИ сообщают, авторитетная юридическая компания США готовится подать многомиллиардный иск против финансовых учреждений Германии по обвинению в картельном сговоре. Компания, которая готовит иск, представляет интересы крупных концернов. Среди них торговые и нефтяные гиганты. Все они считают, что немецкие государственные и частные банки десятилетиями взимали завышенную плату за использование так называемых ЭЦ-карт. Это национальная платежная карта Германии. В итоге компаниям приходилось отдавать банкам почти полпроцента от своего оборота денежных средств. Сумма набежала более, чем внушительная. Американские юристы считают, банки были в сговоре и намерены требовать компенсации как минимум за последние 10 лет. Какие именно финучреждения указаны в иске, СМИ не сообщают. Известно только, что речь идет о десятках банков. Жалобу, скорее всего, будет рассматривать суд Франкфурта на Майне. Это финансовая столица Германии. Как долго будет длиться эта судебная тяжба и чем закончится, пока сказать сложно. Но юристы, которые подали иск, ранее уже успешно судились с немцами. Правда, не с банками, а с автомобильным концерном «Фольксваген». Эта же компания представляла интересы клиента «Фольксваген» после так называемого дизельного скандала. И добилась от автопроизводителя выплаты солидных компенсаций. Татьяна Луганова, Вячеслав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». Модный американский приговор. На знаменитого итальянского дизайнера Стефано Габана в соцсетях обрушились с критикой, оскорблениями и даже угрозами. И все из-за того, что в его платье вышла в свет супруга Трампа, Миланья. Что возмутило американцев и что ответил сам кутюрье Дмитрий Анопченко. Об этом он в Вашингтоне. Один из самых богатых людей Италии. Человек, одевающий Скарлетт Йоханссон, Монику Белуччи, Дженнифер Лопес, Джулию Робертс и многих других звезд, с которыми он еще и дружит. У себя в Инстаграм Стефано Габана обычно постит фотографии с модных показов, собирая сотни тысяч лайков от восхищенных поклонников. Но в этот раз все пошло по-другому, когда дизайнер разместил вот эту фотографию. Мол, посмотрите, жена Дональда Трампа, Миланья, идет такая вся вдоль Че Габана. Но настолько жесткой реакции кутюрье явно не ожидал. Ужасно? Не могу поверить, что Вы их поддерживаете. Омерзительно. Зачем хвастаться, что половинка этой ужасной парочки носит Твои шмотки? А я не буду теперь ничего покупать у Дольче Габаны. Прекрасная идея. Вам осталось только жену Асада и супругу Кым Чин Ина одеть в свою коллекцию весна-лето 2017. О нет, не важно, красива она или нет. Вы бы гордились, что на Еви Браун ваше платье. Такая ошибка. В коктейльном черном платье от Дольче и Габана Миланья Трамп появилась на новогодней вечеринке супруга во Флориде. Новой первой леди Америки сейчас действительно сложно. Ее отказались одевать американские модельеры первой величины. Марк Джейкобс и Том Форд, они были за Хиллари. Дизайнер, которая шила для Мишель Обамы, так и вовсе объявила бойкот. Вот Миланья и выбрала наряд от Габаны, удостоившись от него похвалы, мол, красавица. Но завсегдатые интернет-сетей, и ему, и ей вынесли модный приговор. Дескать, раз не Клинтон победила, то как ты посмел одевать жену ее соперника? Дизайнер попытался отшучиваться. Под особо злобными комментариями просто ставил смайлики, прямые оскорбления и угрозы вообще удалил. Но скандал разгорелся нешуточный. И теперь мир моды замер в ожидании. А чей дизайн первая леди Америки выберет для церемонии инаугурации Дональда Трампа? Ведь на это событие наряд из бутика не наденешь. Дизайнеры или шьют специально, как было с Мишель Обамой, или дают на один раз платье, которое мир еще не видел. Что-то из новых коллекций. Мы всегда смотрим, во что одета первая леди на инаугурации, чтобы сделать выводы ее личности, закрыта она или экстраверт, есть ли у нее вкус. Вот Мишель Обама на церемонии была стильной. А еще по предпочтениям первой леди, что в официальном стиле, что в повседневном, американцы всегда судят о том, каким будет и сам новый президент. И судя по нападкам на Габану, многие, даже ради известности, не рискнут прослыть личным модельером женщины, мнения о которых в Штатах настолько полярны. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Американское бюро телеканала Интер. Еще один скандал, на этот раз в Ватикане. Там, в папской базилике, церкви Санта-Мария-Маджоре, мужчина, вооруженный разбитой бутылкой, напал на двух священников. Один из пострадавших госпитализирован с серьезными порезами лица, другой отделался легкими ранениями. Нападавшим оказался 42-летний итальянец, он задержан. Сейчас полиция выясняет мотивы преступника. А в Украине лишиться уникальных росписей может один из старейших храмов Запорожской области. По одной из версий, автором фресок на его стенах является Виктор Васнецов. Речь об Ильинской церкви в селе Терновка. Есть ли возможность спасти произведение искусства, узнаем у наших корреспондентов. Ильинский храм один из старейших в Запорожской области. Его построили еще в 1905 году. Он пережил и революцию, и гражданскую войну, и Вторую мировую. Но больше всего церкви досталось прессоветской власти. Тогда была полностью разрушена система печного отопления. Вообще помню, как закрасили, рассказывали батьки, что раза два-три закрасили эти образы, они все равно поступали. Не могли закрасить. Закрасить, а оно выступает все равно. Закрасить, а они все равно выступают. Не лучшие времена храм переживает и сейчас. Из-за постоянной сырости зимой стены покрываются изморозью. Страдают уникальной росписи. И все, которые были, и апостолы, и равноапостольные князи и княгини, все это у нас было. Но грибок, он сильно, он как бы благодаря еще сырости, он быстро уничтожает вот эти росписи. Настоятель храма говорит, историческая и культурная ценность этих фресок огромная. Приезжали к нам год назад с Харькова, с Академии искусств. Они брали мазки с стен, с росписей. И тоже они подтверждают, что это как бы был Васнецов, но с бригадой. Возможно, даже не сколько он сам расписывал, сколько вот эта бригада, но он руководил ней. Найти доказательства авторства росписи пытаются и специалисты Запорожского художественного музея. По их мнению, в начале прошлого века здесь работали другие иконописцы. Владимир Сонин и Владимир Соколов. В своих фресках они ориентировались на классиков того времени. Здесь очень высокопрофессиональные мастера воплотили вот то, что было создано. Где-то Васнецовым разработано, где-то, вот я же говорю, что Семирадским, одна из лучших его «Тайная вечеря», где-то Катарбинским художником. Про Тайрей Алексей отмечает, пролить свет на авторство рисунков могли бы архивы. Но они находятся в России, поэтому сейчас его больше волнует, как спасти то, что еще осталось. Ведь год-два и эти бесценные образцы живописного искусства будут потеряны навсегда. Сергей Бордежа, Игорь Воробей. Подробности телеканал Интер. Запорожская область. А вот британцы не против потратить почти 400 миллионов фунтов стерлинга, обиждать целых 10 лет, когда дело касается их королевы и ее главной резиденции, Букингемского дворца, ремонт которого начнется в ближайшие месяцы. Оксана Кундеренко оценила состояние уникального здания. Приехать в Лондон и не сфотографироваться у Букингемского дворца, как будто и не приехать вовсе. Туманный Альбион сложно представить без этой достопримечательности. Но что скрывается за фасадом уникального здания, только лишь роскошь. Как выглядит обитель монархов изнутри, решили рассекретить по одной веской причине. Резиденция королей обветшала настолько, что требуется срочный ремонт. Что там срочный, заоблачно дорогой? 369 миллионов фунтов стерлингов. Цифра не скромная даже для династии Виндзоров. А для госказны вполне подъемная сумма. Дети и внуки не скажут нам спасибо, если мы оставим шедевры в руинах. Здесь ни к чему не прикасались десятки лет. Некоторые части нетронуты со времен Второй мировой. Они просто рушатся. Изнанка дворца впечатляет похлеще золотых залов с мраморными колоннами. 160 километров электрокабелей, 32 километра труб, ковровое покрытие размером с три футбольных поля. Все это требует замены, иначе возникнет угроза пожара, потопа, или все вообще может превратиться в рассадник плесени. Исторические здания, дворцы по праву принадлежат нашему народу. Мы обязаны о них заботиться. Королевская семья явно не справляется. Правительству пора взять дело в свои руки. По примеру, лондонского Таура. Пустить туристов и зарабатывать деньги. Активисты-антимонархисты давно считают, что платить за содержание венциносных особ надо не из карманов народа. Поэтому просят, чтобы Букингемский дворец был открыт для публики в течение всего года. Так хоть деньги на его содержание появятся. Ведь у Елизаветы с супругом 775 комнат и 58 ванных. Если внутри простым смертным удается увидеть лишь крупицу всего этого, то снаружи фасад Букингемского дворца виден во всей красе. На время 10-летнего ремонта он остается прежним. Нерушимый, как британская монархия. И отличный фон для фотографий. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Почему Папа Римский отказался от бронированной машины и усиленной охраны? И какой опасный трюк едва не стоил жизни известному иллюзионисту? Об этом не только далее в нашем международном обзоре. Папа Римский отказался от бронированной машины. Франциск не намерен усиливать свою охрану во время зарубежных поездок. Напротив, планирует значительно уменьшить количество телохранителей. Сам понтифик в интервью одному из итальянских СМИ признал, это несколько безрассудно. Но по мнению Папы, между ним и верующими не должно быть преград. Ледяная ванна для очищения души. В Токио около сотни японцев собрались для омовений. Традиционные эти ритуалы происходят в храмах. Каждое второе воскресенье после Нового года на протяжении последних 60 лет люди смывают свои грехи и очищают души. На этот раз бассейн установили в парке из-за реконструкции святилища. Участникам пришлось изрядно побегать перед купанием для разогрева. Сейчас в Японии всего 2 градуса тепла. Неудавшийся фокус едва не стоил жизни иллюзионисту. Дэвид Блейн прострелил себе щеку, когда выполнял трюк под названием «поймать пулю зубами». Все случилось на глазах у тысяч зрителей, которые пришли посмотреть на шоу в Лас-Вегасе. Ранение тяжелое, и сейчас Блейн находится в больнице. Опасный фокус он выполнял много раз. Что пошло не так на этот раз, пока неизвестно. Барбекю в китайской столице отныне под запретом. Все из-за усугубившейся экологической ситуации. Смог не дает жителям Пекина дышать уже третью неделю. Чтобы хоть как-то снизить концентрацию вредных веществ в воздухе, столичная власть запретила разводить костры в лесах, жарить барбекю под открытым небом и сжигать мусор. Нарушителей ждут крупные штрафы. Следить за всем будет экологическая полиция, которую специально создали в Пекине. Роботы-няньки, повара, уборщицы, танцовщицы и даже ученые. В Лас-Вегасе на выставке представили последние новинки робототехники. Среди экспонатов особое внимание привлекла машина, которой придали черты известного ученого. Электронный Эйнштейн умеет не только закатывать глаза и высовывать язык. Он может объяснять теорию относительности. Кроме того, робот поддержит беседу и присмотрит за детьми. В продаже, обещают разработчики, он появится уже в ближайшее время. Купить собственного Эйнштейна можно будет за 300 американских долларов. На этом все. Больше новостей на нашем сайте подробностей. Приятного воскресного вечера и увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова